Приветствую всех. Программа «Деньги от Апостола» успешно работает более 8 месяцев. Я плачу деньги за информацию, которая поможет нам приблизить нашу победу. Я хочу, чтобы мне написали русские военные, рядовые офицеры, старшие офицеры, кадровые, мобики, бывшие заключенные. Мне по сути все равно с кем иметь дело. Меня интересует информация как оперативного уровня, так и тактического уровня. Куда вы бежите в атаку, сколько вас человек и т.д. Где находятся ваши склады, где находятся еще различные военные темы. Также интересует информация от спецслужб. В частности, если у вас на связи находятся наши предатели военные, независимо от их уровня, начиная от рядовых и заканчивая бригадными генералами, напишите мне, у вас ждет приятная сумма денег, если информация подтвердится после проверки. За предателей из рядов вооруженных сил я плачу 5 миллионов рублей. За предателей из СБУ я плачу 10 миллионов рублей. За предателей из других наших силовых структур, таких как ГУР, я плачу 15 плюс миллионов рублей. Пишите мне, я всем отвечу. Не верьте каким-то ботам. Раз, у меня нет ботов. Два, я никогда не пишу. Первый, без договоренности. Три. Если вы сотрудник какой-то госкорпорации, имеете какое-то отношение к высоким технологиям, тоже пишите мне. Контакты по традиции. Ватсап в приоритете, Телеграм и Телеграм-канал, на котором новости моего проекта. Побеседуем? Да. Фамилия, имя, отчество, дата рождения откуда? Контрактник? Нет, мобилизованный. Мобилизованный? В каком году? На 2022. В каком месяце? Октябрь месяц. 17 октября. Провоевал в общей сложности? Около года находился именно на территории Украины. Подразделение? Первый полк Таманской дивизии. Первый мотострелковый полк. У нас разговор идет под записи для публикации, чтобы вы были в курсе. Домой звонили? Звонил, но не дозвонился. Через Красный Крест отправлял короткое сообщение. Номер телефона есть, который есть на ватсапе? Или на вайбере, на Телеграме? У сестры. Имеешь желание позвонить? Это жена. Сестра. Сестра. Улыбнись что ли? Сидишь как на похоронах. Ты уже выжил. Тебе уже как бы повезло, то есть можешь радоваться жизни. Можешь и не выжить, правда? Да. Или нет? Или тут такое, знаешь? Все относительно. Нет, все относительно вообще. Хорошо. Относительность. Шансы выжить из ста процентов как оценить? Процентов 80. 80 процентов? То есть из ста человек 80 выживает? Где? У нас? Ну да. А, нет. Там как бы потеря. Так я же там говорю. Шансы выжить. Мобилизоваться или контракт подписать? Сейчас уже контракт. Контракт пошел. Контракт подписать. Отвоевать бесконечное количество времени и выжить. Потому что там контракт бессрочный, по сути. Ну и хорошо. Год отвоевать и выжить. Шансы. Ну сначала везло как-то. А после не знаю. Шансы выжить. Скажи своим голосом что ты, где ты? Света, привет. Я нахожусь на захид 2, как я тебе уже писал. У меня все нормально. В плену, правильно? Так, если хотите с ним поговорить, я вам где-то через полчаса-через час буду звонить. Если ответите, поговорите с ним. Если не ответите, то потом уже второго шанса не будет. Приступим. Боевой путь. Во-первых, забыл спросить. Или не забыл. Даете добровольное согласие на запись публикации нашей беседы? Да. Хотелось воевать или нет? Не особо. Когда пошла мобилизация и когда вы попали под мобилизацию, какие были мысли? Ну, недоумение как бы. А где вы работали? В последнее время я не работал. Дома были личные проблемы. Да, бывает. И примерно в августе-сентябре я уже находился дома. То есть, до этого работал в Подмосковье, так называемой вахтой. Вахтой. А что же сказали мне, что вы школьный учитель? Да. По профессии я школьный учитель. Преподавал? Да. Как было? Вот так, девяносто девятый год, двухтысячный. После школы начали закрываться. Девяносто девятый, двухтысячный, один год всего лишь? Да, но после еще работал, ну как типа детского, раньше назывался Дом пионеров, а после центр. Там уже типа кружковая работа. Это у нас в районе. Угу. Ну а там как бы зарплата от часов зависела и… А что школы начали закрываться? Начали сокращать из-за малого количества детей. То есть, часов мало, детей мало, часов мало, классов мало. Например, оставляли с первого по четвертый класс, а остальных свозили. Ну как по дороге брали какой-то населенный пункт и там как бы укрупняли. Угу. Вот таким вот образом. А вы знаете, что это демографический кризис? Да, знаю. А вы знаете, что сейчас он достиг уже пика? Ну то есть то, что было тогда, девяносто девятый, двухтысячный, это ерунда по сравнению с тем, что сейчас? Ну на данный момент нет. Как бы… Проблемы с экономикой. Огромная смертность. Очень много молодых мужчин ушло на войну. Знаете, как Россия решает этот вопрос? Нет. За счет переселенцев, беженцев из ближайшего зарубежья, или не беженцы, как они переселены, не знаю, как они называются. А ближайшее зарубежье – это что? Средняя Азия. Ну, например, она как бы в Москве была проездом, но увидел Москва-Подмосковье, что и как там. И что и как. Процент соотношения. Ну, интересно. Славянское население и Средней Азии. По вашим наблюдениям, какое это процентное соотношение? Повышалось. То есть, ну, было больше. Не славян уже больше, чем славян было? Нет. Не то, что больше. Просто стала… Тенденция. Заметнее, да. Тенденция. Ну, сейчас-то тенденция… Я к чему? У вас же вроде как аргументируют эту войну борьбой за защиту каких-то русскоязычных и славян в том числе. А в то же самое время Москва та же самая заселяется не славянами и не совсем русскоязычными. По крайней мере, преподносит так. Что именно преподносит? Ну, то, что вот… Защита славян и русская защита. Об этом мы позже поговорим. Ну, а давай сам боевой вот этот, часть, воинская часть, подразделение какое вообще? Первоначально, с момента мобилизации, определили стрелковый батальон, через стрелковый батальон резерва, так называемый. Без цифры, без никакой? А, нет, цифра была. 23,626, по-моему. Ладно, если не помните, то не помните. И что вы в составе этого подразделения делали, чем занимались? Ну, в основном, сначала как бы прибыли в Белоруссию, там на полигон. Угу. С Белоруссии в Тишковку, это уже в январе месяце. Там пробыли от пяти дней до недели. И после нас обратно тем же составом, количеством, перебросили под Курск. В Курске, в основном, это строительство городка Палаточного. А где-то уже в марте начались отправки. Там по спискам или как, я не знаю. До марта уже 23-го, что ли? Да, марта 23-го. То есть до марта 23-го вы не покидали территорию России? Нет. До января 23-го. В январе 23-го. Тишковка, это по-моему… Тишковка, это Луганская область. А что вы там делали в Тишковке? Да ничего, нас привезли. Привезли, я так понимаю, кто-то что-то не сообразил или что. Привезли дней пять и нас обратно вывезли. Ладно. По сути, не покидал. Вернулся в… В Курске. В Курске. Да, в Курске что-то. Палаточный лагерь, оборудование. Оборудовали палаточный лагерь? Да. Так. В марте, примерно в конце марта 23-го или 25-го, я не помню сейчас точно, перебросили, ну согласно списку, на машинах уже перебросили нижние дуванки. Вот непосредственно в первый полк. Это уже Украина? Да. Это что за направление? Куземовка. Я знаю, вот населенный пункт. Угу. Наугольная, Куземовка. Угу. Как еще? Куземовка? Да. Сватовский район, Муганская область. Да. Дальше. Так, там вот мы, ну там нас распределили по батальонам. Угу. Так. В мае месяце, числа 13-го, 14-го, где-то так, батальоном перебросили в направлении Бахмута. Угу. Ну не в сам Бахмут, а на, ну севернее Бахмута. Ключаевка? Нет? Нет. Сначала мы попали вот по Раскеевке и туда как бы, ну стояли роща, не роща, лесной массив такой небольшой. Там мы стояли до 1-го июля, ну задача была окопаться, то есть в какой позиции и находились там. 1-го июля нас перебросили уже на юг, под Ключаевку. Угу. А там что, были 200-е, 300-е, какие-то прилеты, что-нибудь, какие-то боевые действия, штурмы? Нет, штурмов не было, прилеты. С вашей стороны не было штурмов? Нет. Вы просто сидели на одной позиции? Да. То, что вот нам, как сказали, занять и окопаться. Угу. И мы так и сидели. То есть там была практически, как нам говорили, вторая или третья линия. Ну, я так думаю, вторая. 1-го июля нас перебросили под Ключаевку. Стояли по дороге, от моста и туда вверх. Ну, от Ключаевки мой взвод стоял, например, 150-200 метров, наверное, от переезда. Там? Там мы находились примерно до 19-го сентября. До 19-го сентября 23-го года. И что, там тоже ничего не происходило? Обстрелы. Обстрелы и все, и вы стоите как бы на одной точке? Да. Была такая задача. А потом что? Потом нас отвели за мост и как бы оборудовали. Ну, людей осталось гораздо меньше уже. И там уже оборудовали. А людей осталось гораздо меньше в результате чего? Отвели часть или погибла часть? Что было? Раненые. Погибших было меньше. В основном раненые. Угу. И там опять же мы окапывались. Окапались дальше. Так, сейчас. Примерно в октябре нас вывели на место базирования обоза. Нашу роту. Остался. Там пополнили еще контрактниками на Уме. И отправили примерно дней на... Ну, от недели до 9 дней на полигон. Ну, как называли, переобучение. После вот переобучения я уехал в отпуск. Это примерно конец... Нет, начало ноября. Да, начало ноября. После возвращения из отпуска он находился на месте базирования. А после вот в декабре мы заступили на блокпосты. Ну, как на блокпосты? Там нас сколько человек, 12 было. И задача была фиксировать дроны Камикадзе. Ну, как бы оповещены. Там мы вот находились до февраля месяца. В феврале месяца нас перебросили сначала на Вайдаровск. Там опять же пополнили. А после подсватыва. А уже из подсватыва, это конец февраля, перебросили под Синьковку. Ну, и уже вот в начале марта выдвинули на закрепы. И как бы... Начало марта 24-го уже? Да. Это уже больше года вы находились как мобилизованный Божимон. А сколько всего нужно было бы пробыть, чтобы демобилизоваться? Там все спрашивали. Как нам говорили, ждите. Спрашивали. Воевать не сильно хотели или рвались? Да все устали уже. Так, все устали. Но зарплата-то хорошая идет? Да и ты зарплате и не рад будешь. Не рад? Нет. Почему? Да потому что, ну, как бы их не ощущаешь эти деньги. Почему? Ну, они где-то есть. Ну, как где-то, на карточке. Угу. Я что-то не понимаю. Ну, приходят на карту деньги, да? Да, приходил. Карта где, в кармане? Да, была с собой. Карта с собой. Они там оседают. И? Ну, просто-напросто. Не ощущаешь, потому что некогда потратить их или что-нибудь? Нет возможности. То есть, все обещания, то что вот отпуска и прочее, они не выполняются. Отпуска, отгулы, ротации и все остальное не выполняются. Да, вот я про это и говорю. Понял. А то, что вокруг гибнут люди и ранения получают, это оставляет отпечаток? Естественно. Это демотивирует, это говорит о том, что там, ну, тебе там делать нечего, как бы? Само собой. Есть такое. Март, мы остановились. Март, что в марте? В марте, начало марта, как бы выдвинули на закреп. Куда уже? Это было направление Синьковка. Как говорили, насколько я помню, Лиман 1. И там 5 марта мы вышли, выдвинулись на точку, как нам сказали. Мы вечером получили ранение, напарнику посекло руки, мне ноги в пояснице. Так, а как это произошло? Сброс. А вы стояли где? Вы в окопе были, в чистом поле были, в блиндаже? Нет, не в блиндаже, мы только утром выдвинулись. Ну, так как происходило. Утром нам приказ выдвигаться. Куда? На закреп, на точку, как нам сказали. На точке, на закрепе вашей, вы должны их поменять? Про это не говорили, просто выдвигаться. Вас типа не интересует? Или до вас не должны доводить такую информацию? Нам не говорили, просто сказали, все, выдвигайтесь, вам там скажут. Мы втроем выдвинулись по дороге двоих напарников, ну, так скажем, их сбросом, опять же, поранило свою вот аптечку. Я как бы им отдал, их посекло так, это нормально, и помог эвакуироваться. Обратно? Да. Не дошли? Они нет. А вы? А у меня как бы ранений не было, и… Пошел сам? Нет. Мне сказали, давай выдвигайся, и дали еще другого человека. Вот мы выдвинулись с ним, пришли на точку, ну, вели нас в дрон, пришли на точку под вечер, там получилось то, что это, ту точку, что определили, там, ну, укрытия не было, там просто была яма. И как бы нас на другую, мы как бы только успели занырнуть, ну, там яма примерно, ну, неглубокая, и сверху 3-4 жерди было кинуты. Ну, у нее только успели занырнуть, и по нам мы отработали, ну, сброс. Угу. Ну, и как раз вот и посекло. Угу. Второй сброс пришелся прямо над головой, ну, попало в жертву. Угу. Угу. Ну, и все, запросили помощь, сказали ждите. Угу. После ночи, провели в этой яме. Угу. То, что вот аптечка была, перемотали. А утром напарник ушел первый. У меня ноги были поранены, я за ним просто не успел. В смысле, а он что идет, не ждет вас? Ну там просто участки их надо было. Пересекать ускоренным шагом. Ну и, видимо, или свернул не туда, или чего. Ну я вот вышел на позиции украинских войск. Понял. И все. Пытался стрелять в кого-нибудь? Нет. Почему? Почему? Потому что я еще не знал, что это позиция украинских войск. Попросил воды. Как это происходит? Там вы видите человека, у которого вы бросите воды? Есть визуальный контакт? Нет. А как вы знаете, что нужно просить воду? Ну просто я вижу окоп прикрытый. И там люди? Ну да, я слышу. Мужики. Разговаривают? Да. Ну невнятно. Мужики, вода есть у вас? Да, есть. Вот он из водовой вылез и как бы это. По форме понял, что это наш? После, да. Сразу не понял? Сразу как его увидел, ты не понял, что это наш? Нет. Ну... А потом попил воды, говорит, заходи или же? Да нет, просто уже тут... Как бы мне... Бросай оружие, не дури. Ну, стояли, парали. Понятно, понятно. Дурить не стал. Это правильно. Дурил бы сейчас в земле уже. Вот и весь боевой путь. Что вы думаете о этой войне? Взаимное истребление населения. Хорошо. Если взаимное истребление, то давайте пойдем иначе. Кто на кого напал? Ну, в России получается. Это, говорите, получается? Вроде это сейчас взяло и получилось. То есть вот это вот... Нет, я просто... В данную секунду пришел к такой... Нет, я вспоминаю как бы начало. Как все начало? Ну, начало. 24 февраля 2022 года. Что происходит? Да, да. 4 утра. Идет ракетный удар по Украине. Правильно? Правильно? Да. Ну, дальше. Едут танки, да? Так? Да. По каким направлениям танки ехали? Ну, не знаю. Потому что я единственное то, что, как мне сказали, то что рачей ввела войска. Так, ввела войска, верно. Ну, был удивлен. То есть, что к чему и почему. Но не интересовался ничем? Ну, что происходит? Или интересовался? Да пытался, но... Ну, ну, ну. И к чему привели попытки? Да, ни к чему. Ну, в каком смысле? Вся же информация в открытых источниках. В открытых источниках. Но телевидению я как бы не доверяю и не смотрю. Смотри. Телевидение, да. У вас по телевизору там первую неделю показывали, что Киев за 2-3 дня возьмут. Понятно. Этого не случилось. Потом потерь нет. Все хорошо. Мы наступаем. Там некие нацисты бегут. Короче говоря, вы всех побеждаете. Это то, что было у вас по телевизору. Понятное дело, что этому может верить только полный идиот. Да? А есть же данные. Ну, общие данные. Карты. Как заходят. По каким направлениям заходят. Что происходит? Вот этим не интересовался? Нет. А, ну, так значит, вообще не интересовался. Потому что в интернете было полно блогеров. Полно каналов, которые это освещали с разных сторон. Вот, в частности, у меня на канале такие интервью, как с вами, идут с марта месяца. 22-го года. Нет, если честно, я как бы... Если открытите интервью, то мы можем воспроизвести вообще все действия по всем направлениям. Хронологии. Полностью. И вдруг окажется, что пленные у меня на интервью говорят правду, а у вас по телевизору врут. Поинтересоваться этим было очень легко. Но вы этого не сделали. Вот как вы оцениваете свой поступок? Ну, так как я оцениваю? Как обычно занимался своими делами, своя жизнь? У всех свои дела и у всех своя жизнь. Но если бы мне сейчас сказали, что в соседней стране у нас... Ну, представим, все спокойно, живем себе, живем. И мне вдруг говорят, что у нас в соседней стране какие-то там нацисты. Надо кого-то от чего-то освобождать или кого-то зачем-то побеждать. Я тоже бы занимался своими делами, тоже своей жизнью. Как и все украинцы. Ну, все украинцы бы сказали бы, знаете что? Ну, в основном все. Ну, раз там нацисты, то пусть себе там и живут. Если ты хочешь кого-то защитить, забери их. Проблема, некуда заселить, есть. В деньгах может быть вопрос? Да нет, в деньгах тоже не вопрос. Потому что Россия на эту войну потратила столько денег, что можно было уже... Если речь шла про защиту бомбасов, то можно было 10 бомбасов уже переселить, построить им города. Имеете представление, сколько Россия потратила? Нет? Ну, вот возьмите две с половиной тысячи долларов и умножьте на население России. Вот это будет приблизительная цифра. Никак не меньше. Каждому в руки. От младенца до старика. Сколько? Какое население России? Ну, примерно 130-140 миллионов, наверное. Примерно. А плотность населения? Европейская часть заселена более плотно. Сибири, Дальний Восток. Не, по-другому скажу. На каком месте Россия хоть примерно по плотности населения? Ну, не знаю. Либо на последнем, либо на одном из последних. Вот возьмем этот стол, территория России. А вот это вот возьмем, примерно вот такое соотношение. Вот это Бангладеш. Вот. Вот здесь вот. Вот здесь вот 140 миллионов. А вот здесь вот сколько? Я помню. 167. 167. 140. Есть куда сидеть, есть ресурсы, все есть. Грамотный правитель что в такой ситуации делает? Обустраивает государство. Верно. А если у вас, по вашим словам, школы закрывались из-за того, что детей недостаточно? Значит, у вас были, ну, свои проблемы? Были. Они с 90-х были. И какой же самый нелепый способ, поступок в этой ситуации? Может пойти войной на соседей? Не знаю, честно. Что там у него в голове? Ну, а вы не задумывались над этим? У вас высшее образование, правильно? Высшее образование. Меня часто спрашивают, почему я иногда, когда я вот сажусь, да, я там за 15 минут могу пройти интервью. А иногда я могу вот так вот медленно вот выслушивать, да. Потому что меня иногда спрашивают. Вот россияне, да, у кого-то высшее образование, кто-то младше, кто-то старше. У кого-то 9 классов, у кого-то 7 классов. Сколько вам лет полных? 48-49 год. 48-49 год. Высшее образование, да. И я понимаю, что этот человек, ну, не я понимаю, да, а люди все еще думают, да, что вот ваши рассуждения будут чем-то отличаться от рассуждений человека 20-летнего с 7 классами образования. Но пока что, если честно, разницы вообще никакой нет. Ну, вы хоть население России знаете, имеете представление о демографическом кризисе и о том, что плотность населения такая себе. Это да, хорошо. Потому что некоторые вообще не понимают, что Россия и Украина это отдельные страны. Ну, а по сути, о целях выжито вам, как взрослый человек с высшим образованием, должны были задумываться? По сути, я так думаю, это был какой-то политический кризис. Не понимаю. Что значит политический кризис? Ну, передел власти или влияние, или еще что-то. Ну, какой передел власти? Передел власти, это когда у вас идет передел власти. Нет, про это я и говорю. А вы напали, ну, Россия попала, напала на Украину. Какой передел власти? Всегда войной легче прикрыть свои провалы в экономической и в социальной политике. А лириархической власти всегда легче продолжать политику, направленную на ограбление своего собственного народа и своего государства. Мы приняли это решение о проведении специальной военной операции. Что-то там в верхах не срослось, и что-то... Не знаю, что там у них. Ладно, хорошо, тест. Минутное видео. На видео указаны даты, реплик и реплики. Сами по себе. Всего три реплики. Да, вроде бы всего три реплики от разных дат. Послушаем. Вы поймете после этого цели или нет? Просто интересно. Глуматическую треки. В наши планы не входит оккупация в украинских территориях. Мы никому и ничего не забираемся на эту силу. Появление российских войск под Киевом и у других городов Украины связано не с намерением оккупировать эту страну. У нас нет такой цели. Что касается длительного процесса результатов и свод, ну, конечно, это длительный процесс, может быть так. Но потом вы упоминали о том, что появились новые территории. Ну, вот и такой все-таки значимый результат для России. 40 секунд. Три реплики. От разных... От разного времени. Какие же цели? Да вообще там вот ему верить. Не, я не говорю ему верить или же не верить. Я говорю исходя из его же слов. Какие цели? Ну, цели. Судя по его высказываниям, все взаимо его исключает, то он говорил вот... Хорошо, давай так. Важность имеет, по сути, только последняя реплика. Потому что она определяет... Его спрашивают про результат. И он говорит, какой результат. Результат же равно цель, правильно? Ну, как правило. Ну, да. Как что он говорит в последней реплике? То, что вот новые территории... Появились новые территории. Появились новые территории. И это значимый результат. Значит, за что вы воюете с нами? Ну, видимо, новые территории для кого-то. Так, правильно. И вы это видели своими глазами. Потому что вы были на трех разных направлениях, если я все правильно понимаю. По всем трем направлениям идет попытка захвата территории. Так за что? Какие цели? Ну, получается так. Нет, не получается так. Я хочу услышать... Раз мы с вами говорим, беседуем. Я хочу услышать ваш вывод. Вывод. Пока политики не договорятся между собой, так и... Вывод, какие цели? Цели? Да. Вот мы пять минут разговариваем конкретно про цели. Поговорили, посмотрели видео, послушали реплики. Так какие же цели все-таки? Ну, видимо, то, что он и сказал, новые территории, он сам же озвучил. Не сложно, правда? На самом деле. Никаких вот этих вот, видимо, что-то там делят. Где-то там от нас не зависит. Да, вот у вас, у россиян, все время такое мышление. Это где-то что-то там. Но оно же не там, оно же здесь. Мог погибнуть? Ну, мог погибнуть. За что погибнуть? Ну, за что погибнуть? Да нет, ни за что. Ну, как это ни за что, если за территории? Так это территории-то, мне-то они не нужны. Ну, что, какая разница, вам они нужны лично или нет? Вот. Вас-то отправили сюда для того, чтобы их захватывать? Угу. Вы что, не субъект в данной ситуации? Вы что, не решаете? Угу. Как вы видите, дорогие зрители, журналисты, которые задают мне эти вопросы постоянно, ни возраст, ни географическое положение, ни образование, особенно не влияет на то, как мыслят среднестатистические россияне. И с высшим образованием из Москвы 50-летний может мыслить приблизительно так же, как с какой-нибудь Якутией 20-летний с 7 классами образования. Немножко больше понимания, может быть, каких-то чисто технических моментов, но суть вопросов, основного вопроса, что ты здесь делаешь, или зачем ты здесь, или какие цели у этого всего. Вот здесь у них, как бы, паритет. То есть, что тот может не понимать наглухо, а что тот может не понимать наглухо. Иногда бывает такое, что 20-летний с 7 классами образования понимает и смело отвечает, а 50-летний с высшим образованием, и вот надо 20 минут с ним разговаривать, чтобы хотя бы выяснить элементарно, какие цели, что он здесь делает. Мне часто задают эти вопросы, а имеет ли разговор, отличие с таким, от такого и так далее. Не сильно имеет. Ладно, давайте закроем эту тему военному. Если б знал бы, что происходит здесь, я так, ну, мы разговаривали, я так понимаю, ты толком не понимал, что происходит, по крайней мере, вы так говорите, да. А если б знал бы, вот, и вот мобилизация, ваши действия. Ну, скорее всего бы, не пошел. А можешь посоветовать кому-то сейчас подписать контракт, пойти повоевать? Угу. Нет. Угу. По истории. О чем интересно поговорить по истории? Я даже не знаю, какую тему затронуть. Что вы преподавали? Ну, преподавал, начать там не полная школа была, не полная средняя школа, это с 4 по 9 класс. Ну, нормально, с 4 по 9 класс. Это древний мир, средние века. Угу. Вот такой вот период, ну, как бы. Больше древний мир и средние века, да? Ну да, как обычно по советской системе было построено. Сначала древний мир. Угу. Угу. Развитие общества и прочее, прочее. Русь в широком понимании слова на каких землях располагалась? Русь? Да. Ну, первоначально это Киевская Русь. А Киевская Русь это, так сказать, аутентичный термин или это придуманный книжный? Ну, по-моему, это в летописях упоминается. И пусть уже, насколько я помню, в историографии. Нет, в летописях не упоминается Русь, Киевская Русь как такова. Не Киевская Русь, а Киев и прочее. И у историографии уже как бы обозначилось как Киевская Русь, то, что Киев начал упоминаться. Ну, я же говорю, сам по себе термин Киевская Русь, он не аутентичный, да? То есть никто не пользовался, скорее всего, этим термином на той территории, которая называется Киевская Русь. Нет, но это, скорее всего, уже историография, я говорю. В 19 веке? Впервые стали упоминать? Да, это Соловьев, Карамзин. Да, как раз вот эта вторая половина 19 века. Так, а Москва в каком году была основана? 1147 по-моему. Правильно, правильно. Киев был основан намного раньше, правда? Да. А кем была основана Москва? Юрием Долгоруким. Юрий Долгорукий откуда приехал? С Киева, он, по-моему, сын Владимира. Угу, так. Просто-напросто я сейчас как бы уже многое... Не-не, я же не говорю вспомнить какие-то точные вещи. Да, насколько вспоминается, был сын Владимира Красное Солнышко. Да, Долгорукий действительно приехал из Киева основывать Москву. Ну, в России есть версия о том, что это как раз-таки вы все у нас тут Украину придумали. Ну, это как вы относитесь к такой версии? Нет, ну, как бы это просто надо читать историю и все. Так. Украина это... украинский язык искусственный? Нет. А русский? Тоже нет. Что такое искусственный язык? Ну, созданный. Это эсперанто, например. Или привнесенный извне, да? Нет, но есть слова, которые как бы из других языков заимствуются. Не-не, это когда просто берется вот целый прям язык такой, да? И вот переносится. Ну, искусственные языки, вот насколько я знаю, это эсперанто. Эсперанто, да. Пытались создать как язык международного общения. А русский язык, украинский язык, они как бы национальные языки. Как бы это... Вот есть такая вот штука. Лексис Лаврентия Дизания. Это 1596 год. Это переводчик с церковнославянского языка на украинский язык. Почему украинцам был нужен переводчик с церковнославянского на украинский? Да потому что свой язык. А почему россиянам никогда не нужен был переводчик с церковнославянского на русский? Церковнославянский он, по-моему, использовался сначала только, вернее, в церквях. А впоследствии там реформа была. Ну, честно говоря, не знаю, не задумался об этом. А почему русский так похож на болгарский? Не знаю. А Кирилл и Мефодий откуда были? Кирилл и Мефодий они как раз с Византии, по-моему, прибыли. Они болгары. Болгария тогда входила в Византийскую империю? Да. Не факт, что она, по-моему, никуда не выходила, но смысл не в этом. Смысл в том, что они болгарские и болгары, и несли они свой язык славянский. Ну, там адаптированный. Естественно, что на территорию Руси... Письменность. Да. Да, да, да. И даже письменность как раз вот, она и церковно-славянский язык. Правильно? Я же ничего не путаю. А в Украине, в Украине был свой язык все это время. Свой. И поэтому нам понадобился переводчик церковно-славянского. А россиянам нет. Нет, я вот про это первый раз слушаю, если честно. Ну, это же, ну, как, я не утверждаю, но так теория просто. Ну и слева церковно-славянские слова, справа украинские. Да. Вот это я прочитаю, это из этого же словаря. Заемлю, украинское слово позычаю. Як было слово позычаю, так и есть слово позычаю. Как было слово заемлю, так и сейчас оно переформатировалось. Занимаю, правда? Известный. Певный. Сейчас украинское слово известный, это ведомый. Российское, как было тогда церковно-славянское, известный, так и осталось. Русское слово клич, церковно-славянское. Украинское слово вереск. Как было тогда, так и осталось. Небрежный. Российское слово. Украинское. Нет балый. Как было, так и осталось украинское слово. Это просто для тех, не дух, хвороба, папа, тато, юноша, парубок. Это просто для тех, кто рассказывает о том, что украинский язык, его там придумали Австро-Венгрия или еще кто-то. Нет. Так вот, есть словарь, в котором украинский язык, именно такой, очень подобный к тому, на котором мы разговариваем сейчас, был уже очень давно. А то, что сейчас называется русским языком, было церковно-славянским. Вот и все. Ну, данной тематикой я как бы вообще не интересовался. Ну, вы не думаете, что Украину придумал Ленин? Нет. Нет? Ну, потому что как бы, как можно придумать страну. Как-то вот они находят какие-то обоснования. Правда, Ленин говорил, потерять Украину – это значит потерять голову. То есть, он еще не придумал Украину, а уже боялся ее потерять. Ну, это его реплика. Что бы это такое интересненькое бы. А Вторая мировая когда началась? Так, Вторая мировая? Угу. 1 сентября, по-моему, 1939 года. Угу. С чего? Так. Началась она… Германия. Вошла на территорию Польши. Верно. А когда на территорию Польши вошел Советский Союз? На территорию Польши? Вот это вот… Вот это не знаю. Что такое пакт Молотова-Риббентропа? Пакт Молотова-Риббентропа – договор о ненападении. Угу. И в каком году был заключен, я сейчас не помню. А был совместный парад когда-нибудь нацистов и советских? Да, был. А где когда? Ну, хоть примерно. По-моему, в Бресте. В Бресте. Правильно, было в Бресте. А был после этого еще совместный парад на Красной площади? Где уже когда шла война, принимали маршал Жуков, или Тимошенко, не помню. Принимали войска. Принимали командование нацистское. Нет, не помню, не слышу. Не слышу. Традиционно в честь международного дня трудящихся… 1 мая 41-го года. В Москве проводится большой военный парад. Но этот готовился по-особому. Сталин хочет произвести на немцев сильные впечатления. Разведка докладывает ему о неизбежности нападения. Но ему трудно поверить в то, что Гитлер осмелится нарушить советско-германский пакт о ненападении так скоро. Немцы присутствуют на параде. И, кажется, маршал Тимошенко, народный комиссар обороны Сталина, приветствует их с большим уважением. Играет музыка. Был парад? Был. То есть не только в Бресте, не только Польшу поделили, вторглись в Польшу с двух сторон. Но и в 41-м году, когда война шла уже в полном разгаре, прекрасно дружили с нацистами. У меня много этой информации. Один показал видосик для демонстрации. При этом сегодня россияне очень сильно люто ненавидят Бандеру за то, что он коллаборировал с немцами. А чего же они ненавидят Сталина с Тимошенко в таком случае? Ну, Сталин для многих как бы. Сейчас не знаю. А раньше он был фигурой. Ну, фигура хорошо. У вас своя фигура, у нас своя фигура. Зачем же нападать? В общем, зачем нападать, мы уже разобрались. Из-за территории. Ладно. Не знаю, это просто видео я не хотел включать. Там его Дима уже прокрутил миллион раз, наверное. Что-то поинтереснее, блин, такое вот. Сколько раз Соединенные Штаты Америки помогали России? России, Советскому Союзу? Империи, Советскому Союзу? Или же России такой, какая она есть сейчас? После Гражданской войны. Во время Второй мировой. Ну, впрочем, как бы Лулинг Лис, он оплачивался золотом. 1892 год. Картина Айвазовского. Раздача продовольствия. Есть такая? Возможно, есть. Не помните. 1891 по 1892 год Россию охватил голод и эпидемии. В США был сформирован так называемый флот голода. Пять пароходов с пшеницей и кукурузной мукой, зерном, овощами, фруктами, медикаментами и одеждой. Корабли прибыли в России в марте-июле 1892 года. Количество спасенных жизней невозможно определить. Но россияне пытались, в то время правительство пыталось скрыть вообще этот момент. И картина была, вот картина Айвазовского, она была категорически запрещена к показу в России. Это раз. Два. Жители Самарской области стоят на коленях перед американцами, которые спасли их от голода. 1922 год. Был в Павловске. Был. Опять американцы помогли. Три. Сотрудники Американской администрации помощи сокращенно кормят детей во время голода 1921-1922 годов. Но это тоже. Максим Горький тогда в 1922 году написал Гуверу. Ваша помощь войдет в историю как уникальное по своей важности достижение, достойное величайшей славы. Оно надолго останется в памяти миллионов жителей России, спасенных вами от смерти. 1945 год. Это я про ленд-лиз даже не говорю, потому что я просто не хочу. Это отдельная большая тема. Поинтересуетесь просто. Смог бы Советский Союз что-то сделать без этого ленд-лиза вообще или не смог бы. Раздача продуктовых наборов в 1945 год. Полученных от США. Эти поставки производились тоже в рамках того самого ленд-лиза. Продуктовые наборы. 90-й год. Что? Окорочка Буша. Окорочка Буша. Так известно, да. Или ножки Буша, да. В тот момент стояли в очередях в российских городах за этими окорочками. И Выжива это практически чуть ли не единственный белковый продукт был вообще. Был. Представляете, прошло 30 лет, и россияне, которым стало жить, стало жить чуть лучше. Не так, чтобы сильно хорошо, но чуть-чуть лучше. Снова стали ненавидеть Америку и говорить, что Америка хочет их захватить. У меня вопрос, что же Америка тогда в 90-м году их не захватила? Ведь было же намного проще. Зачем захватывать? Действительно. А сейчас зачем? Да и сейчас, я думаю, никто захватывать не будет. Вы верите, что Украина хотела напасть на Россию? Нет. Сколько раз Россия помогла Америке в истории? Ну, я один факт помню, то что, когда была война за независимость, Россия, по-моему, отказалась посылать корабли военного флота к Америке, ну что-то там, что-то такое было. Я говорю, сколько раз Россия помогла Америке, когда с Россией пришло продовольствие какое-то, товары, деньги. Когда Америка холодала, а Россия ей помогла. Нет таких. Представляете? Ну, как только россияне, ну, говоришь о помощи Америке, для России они все время начинают говорить, так у них же свои цели, они же преследовались, ленд-лиз золота там и все такое. Ну, так преследуйте вы свои цели хоть один раз, но помогите. Что Россия делает, кроме нападения на соседние государства, скажите мне, с момента получения вот независимости, с момента распада Советского Союза? Что хорошего они сделали? И где стало лучше жить после того, как туда пришла Россия? В Приднестровье? Нет. В Грузии тоже нет. В Украине? Посмотрите, что с теми территориями, которые она сейчас типа как защищает. Видели? Я вижу. Хорошо. Есть жизнь? Нет. Ждет звонка жена ваша. Один только вопрос. Нормально ли у нас будет связь или нет? Потому что в связи с этими обстрелами бесконечными свет отключается и, соответственно, связь плоховатая. Добрый день. Добрый день. Слышно ли меня? Добрый день. Да, да, да. Слышно. Меня зовут Владимир. Секундочку. 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 Да, вы можете стать делом удобным. Поговорить. Да, я вас слушаю. Извините. Вы на работе, да? Вот где пришлось принять ваш звонок, так и... Да, это нормально, нормально. Нормально. Меня зовут Владимир. Я журналист из Украины. Ваш брат у нас в плену. Вы об этом знаете, да? Мы получали об этом сведении совершенно правильно. С Красного Креста получали, да? Передавали. Они предлагают передавать только устные сообщения. Ну, да, да, да. Не предлагают организовать и любой другой, ведь связи... А как они устные? А как они устные передают сообщения сейчас? Звонят сотрудники и передают сведения. А, на словах от себя. Не слова вашего брата. Почему слова брата? То есть не голосом вашего брата, правильно? Не голосом. А, ну так они же вам что угодно могут передать. Ладно, вы разговаривать не будете? Хотелось бы очень. Разговор под записи для публикации. Говорите кратко. Привет. Возьмите в руку. Ничего страшного. Я не буду держать его. Как дома дела? Все в порядке. Расскажи, пожалуйста, как ты себя чувствуешь? Нормально все. Родители как? Все в порядке. После ранения как ты? Ну так. Более-менее. Угу. Более-менее. Что-нибудь известно про твое возвращение? Нет, ничего не известно. Да и насчет этого не думай. Все будет нормально. Мы делаем все возможное. Да я понимаю. Не расстраиваться, все нормально будет. Всем привет передовой. Хорошо. Скажи, пожалуйста, какие у тебя условия задержания? Нормально. Приемлемо. Все в порядке? Да. Что-нибудь передать нашим? Да нет ничего, привета передавай. Всем привет. Все. Хорошо. Мы делаем. Все что? Да все. Возможно. Ладно, Света. Подождите вы, куда вы бежите? Куда-то опаздываете? Еще когда-нибудь можно выйти на связь? Куда-то опаздываете? Не знаю, не знаю. С родителями точно? Это сейчас съемка? Съемка сейчас ведется вот оттуда, где тебя задержат? Ну да. С родителями точно все нормально. Как они себя чувствуют? Все хорошо. Ну слава богу. Все хорошо. Все тебя ждут. Очень переживаем за тебя. Нормально все? Все. Все. Все тебя ждут. Ладно, не расстраивайся. Леда в курсе? Можно вопрос? Я сейчас вам еще отдам. Сейчас вам еще отдам. Вы сейчас говорите. Я пару вопросов задам стандартных, которые мы тут задаем. Тут обычно. Вы спрашиваете его о том, что слышно по его возвращению. Но дело в том, что это вы ему должны сказать, что слышно по его возвращению. Ну, вы ходили в военкомат куда-нибудь, может быть? Что-нибудь спрашивали? Я ответила. Все необходимые, все необходимые действия мы предприняли. И, кстати, вот тоже хотела уточнить. Вы задали вопрос про Красный Крест. Я передавала ответное сообщение. Подскажите, пожалуйста, передано ли оно в ответ? Если, конечно, вы обладаете такой информацией. Вам передано сообщение? Да, ему передано сообщение. Соответственно, вот там я сообщала об этом. Понял. Ну, он в списке пленных, да? То есть, его будут забирать? Ну, он признан военно-пленным, да? В списке пленных как бы находится. Или он, может быть, без вести пропавший до сих пор? Что еще раз? Ну, я говорю, он считается же пленным у вас? Он у вас считается пленным? Статус военно-пленного ему присвоен? Вот еще раз. Все необходимую работу мы провели. Угу. Угу. Со всеми вытекающими. Угу. Вот. Но все подробности я не посвящена. Угу. Но все необходимые шаги мы предприняли. Угу. Ну, дальше вы его спрашиваете о условиях содержания, да, здесь. А вы знаете, что над нашими пленными в России издеваются? К сожалению, не обладаю такими сведениями. Ух. Ну, вы же не интересовались такими сведениями. Поинтересуйтесь. Почему-то над нашими пленными, которые вот в своей стране, на своей земле попали в плен, их вывезли в Россию, их там морят холодом, их там избивают. Что вы об этом думаете? Это очень печально. А война это печально вообще, которая сейчас идет или нет? Любая война печально. А зачем же Россия напала на Украину? С какой целью? С какой целью идет эта война? К сожалению, не обладаю такими сведениями. Извините. Не могу ответить. Извиняю. Я как бы не требую от вас, чтобы вы обладали какими-то сведениями. Я просто интересуюсь. Может быть, вы от себя что-нибудь скажете об этом? Может быть, вы думали? Уже третий год как бы идет война, да? Третий год Украину обстреливают. Может быть, вы третий год. Вот ваш брат, например, здесь больше года пробыл. Уже за это за все время ни разу не подумали, зачем это все происходит? Думала за то время, пока брат там, практически всю минуту мы думаем о том, что мы хотим его увидеть рядом с нами, живым и здоровым. А если бы он погиб, то он бы за что погиб? Если бы он погиб, вы бы как себе это объяснили? За что он погиб? Конечно, я думаю о своих родных, прежде всего о своем брате. Потому что я обыватель, ну, рядовой человек. Да я все понимаю прекрасно. Да я все понимаю прекрасно. Вас как зовут? Вас как зовут? У меня отображаются все данные в WhatsApp. Меня зовут Светлана. С данные в WhatsApp я аж не собираюсь проверять. Я с вами просто общаюсь, я спросил вот Светлана. Светлана, рядовой человек тоже может думать о своей жизни? Вы не находите? Обыватель. Думала, как правило, все равно эти мысли находятся в кругу близких, ну, такие очень локальные. Ладно. С Владимиром можно все-таки еще с братом общаться? Я сейчас дам, я вижу, что вы не хотите со мной общаться, я это прекрасно понимаю. Пару дней назад, пару дней назад Россия нанесла ракетный удар по детской поликлинике Ахмадет. Вы об этом слышали? В Киеве. По детской поликлинике Ахмадет в Киеве. Я стараюсь не читать, но... Вы об этом тоже не слышали? Я стараюсь не читать. И об этом вы не слышали? Я стараюсь не читать, но... Давайте, у вас минута времени заканчивающаясь. Берите в руку. Аккуратно. Свет, передавай всем привет. На связь по возможности выйду. Через Красный Крест обратно, коротким сообщением. Я не помню твой адрес. Все, до скорого. Саша, давай, спасибо, что дали возможность поговорить. Ну, спасибо, что не ответили внятно ни на один вопрос, даже не попытались. Саша, обнимаем тебя, целуем. Вам не кажется, что ваша сестра слегка перепуганная? А почему так? Под контролем. Под контролем. Еще раз, над нашими пленными в России издеваются. И не так. Не так. Пойдем по-другому. Напали на нас вы. Вы же издеваетесь над нашими пленными. И вы же боитесь что-то говорить вслух, озвучивать просто свои мысли. И вы же называете нас нацистами. Так кто из нас нацист в таком случае? Риторический вопрос. Ладно. Про Ахмадед, вы что думаете? Про удар по детской больнице? Слышал краем уха. Слышал краем уха. А они здесь у вас новости показывают, вы должны были видеть. Нет, у нас в Бараке нет телевизора, у нас там ремонт идет. Угу. Четко зафиксирована российская ракета. Еще видео удара по Киеву. Вот это вот. Киев. Европейская столица наши дни. Ракеты летят от вас к нам. Сколько я не разговариваю с вами, да? Вы, ну как, от вас что-то добиться вообще, да? Ну невозможно. Потому что вас в вашей стране запугали до такой степени, что вы боитесь говорить. Вы находитесь в нашем плену. Вас кормят поэт. Единственное, чего вы здесь боитесь, это вернуться домой. Что с вами будет там после того, как вы вернетесь. Вы понимаете, что там дети и так при смерти лежат в этой больнице? Здесь лечатся. Это удар, прямой удар. Тут уже не отмажешься. Ни осколки, ни ПВО. Нет. Здесь четко все зафиксировано. Вообще. Идеально. До какой степени надо потерять человеческий облик, чтобы прямой наводкой бить по детской больнице? По детской. В час пик. В рабочий день. Когда все там. И те, кто лечится. И те, кто приехали на прием. И те, кто рядом мимо проезжал. Все там. Да. От себя что не хотите добавить? Нет. Идите раз вы молчите. Молчать это же проще всего правда. Иногда нет. Угу. Молчать помнят. Идите раз. Придитеvik.